Пчёлы гибнут, тревога растёт. В этом году в список неблагополучных для медоносных насекомых попали в Меликеские и Радичевские районы. Хотя проблема носит спорадический системный характер. То есть случается хоть и нерегулярно, но весьма часто и, как правило, всегда на новом месте. Предварительно установлено, что в море виновны собственники угодий, обработавшие поля химикатами и не предупредившие об опасности пчеловодов. При этом, как оказалось, случившимся есть вина и последних. Большинство пасек не имеют санитарного паспорта, а значит являются невидимками для крестьянско-фермерских хозяйств. По мнению членов аграрного комитета, закон обязаны соблюдать все. Мы настаиваем для того, чтобы скоординировать эту работу, в любом случае иметь конкретного специалиста в ведомстве Министерства сельского хозяйства. Должны быть ответственные работники муниципалитетов. Можно принимать законы, можно давать соответствующие рекомендации, но мы видим, что из года в год эти вопросы в должной мере по ряду муниципальных образований не решаются. Что касается потерь свиновода в Сурском районе, практически сразу же после ликвидации вспышки африканской чумы все данные досконально учли. Уничтожено 775 животных в 157 домовладениях и одном КФХ. Жители живут подворным хозяйством. У нас есть хозяйство, в котором изъяли 43 головы. 28 голов, 17 голов. Кроме жителей села пострадало крестьянское фермерское хозяйство. И сразу же в правительстве озвучили. Вопрос с компенсациями утрясется за месяц-полтора. Депутаты напомнили, что выплаты должны быть справедливыми. Региональный Минсельхоз обратился в торгово-промышленную палату, где по результатам мониторинга цен определили 5 категорий выплат. До 20 килограмм стоимость в живом весе 400 рублей, от 20 до 40 270 рублей, от 40 до 60 200 рублей, от 60 до 100 180 рублей и свыше 100 килограмм 140 рублей за килограмм живого веса. В ближайшее время средства должны поступить на счета жителей сел Лава и Сара, которые понесли материальные потери при изъятии содержавшихся в хозяйствах животных. Объем финансирования порядка 8,5 миллионов рублей по компенсации соответствующих затрат предусмотрен. Но сегодня Пелевина доложила о том, что в течение 10 дней, с учетом этой ситуации, выплаты населению в полном объеме пройдут.